здравствуй страна приятно глаза смотреть лена потом все гроблями уже разровняет и будет ровная плоскость вот но тут не пройти поэтому здесь не было тронта сегодня у нас очень такой день насыщенный нам надо здесь разобраться еще цветками какие-то сжечь для зал и мотоблоком я сегодня буду проходить ту часть значит в общем сегодня земельные работы и в том числе такие бытовые еще дофигища сегодня прям весь труд день сегодня я убираю колбасу потому что она уже дошла до определенных параметров то есть ее она свялилась до граммовки которые можно уже кушать все потеряла 30 процентов своей влаги и я сегодня я перенесу в холодильник на хранение а потом некоторые завакуумирую и они будут длительного хранения хранить в вакууме сыра вяленую колбасу сырокопченую можно до трех лет вот ну и естественно что такой срок нет но хотя бы вот я хочу одну колбасочку сохранить на полгода даже больше другое там но если вдруг там друзья захотят еще что-то вот сегодня ветерок в сторону море наоборот у нас вчера был ветер суда наоборот а сегодня на сторону в море так вы друзья очень хорошо среагировали на вот этот ролик про хусвар ну и много писали комментариев советов и вы знаете все здорово вообще все правильно пишите со всеми я вами согласен единственное что там написал максим про это про сошник да здесь он отчасти прав дело в том что он говорит что я неправильно поставил сошник нет сошник стоит правильно я сейчас объясню там я в комментарии написал ему но это я сейчас более подробно вот это вот мягкая земля и сошник здесь вот так ведь он загнут сюда он стоит правильно он именно так и должен стоять почему потому что вот я встретил там корень если вы встретите какие-то корешки то это нежелательно у вас будет очень хорошие удары сами зацепитесь там мало ли чё поэтому вот когда сошник ставить типа крюком вперед нельзя но я понял так что максим наверное имел ввиду что надо развернуть сошник то есть эту нижнюю часть наверх здесь я тоже соглашусь потому что вот эта острая часть вот вот эта острая часть если вниз ее развернуть то для такой земли где очень грубая земля где сошник мягкой круговой не может развернуться и не может зацепиться то здесь лучше остроконечную часть применить но опять же лезвием вперед то есть не крючком чтоб не цепляться там ненароком за какие-то корни здесь я соглашусь то есть вверх вниз менять у сошника но только не направление вот этого загиба что мол типа вперед да нет нет его его вот этого сошника даже с таким загибом достаточно для торможения за глаза а вот на грубой земле да тут надо переворачивать и вообще хотел вот что сказать я хотел сказать ребята что вот там писал человек хорошие тоже отзывы по поводу что он купил мотоблок кутер по-моему до кутер ну побольше лошадей там ясно что машина серьезнее и набором фрез да друзья когда он я хочу вам напомнить что я не новичок мотоблоках у меня было ним бы него mb2 субаровским двигателем и там несколько иначе агрегат во-первых он больше и мощнее ну и громоздкий он это первое во вторых у него существует такой огромный набор фрез я к нему не в комплекте а докупал и докупал я там и гусиные лапки у меня были и окучники боковые были и картофелекопалка была и плуг с этим с регулировкой и этот как его он кресло на колесиках чтобы потом плуг подцеплять как же она называет адаптер да вот не лена и адаптер и тележка с кузовом все у меня это было я владелец как говорится был хорошего набора фрез всяких разных разных фрез и вот гусиные лапки которые мне советуют ну там у кутер написал что гусиные лапки да они для целины конечно эта земля вот я назвал ее так целиной она целина но она не та целина которая вот как вот на дальнем востоке там ты ее хрен ее прорубишь да там гусиные лапки как раз они вот как лопатки микро работают и эту землю цепляет и ее как ну как микро лопатки копают поэтому вот этими фрезами кривыми пройтись по той земле невозможно это как все но не знаю сравнение даже аналогии не могу провести там просто катать какое-то сверло по земле вот так вот боком это бесполезно там нужно именно копалки но я не знаю хусварна по моему не делает фрез гусиные лапки что мне нравится вкус варне мне нравится вкус варне то что вот эти вот шкивы да ну тут видите травы набилась вот это это хорошо это надо потом по заточке фрез заточки фрез отчасти правы но нельзя сильно перетачивать их здесь все нормально потому что если перетачить тогда ну не рек не надо они сами еще кстати заточиться здесь хорошо Нормально они выглядят, не как на Неве МБ-2, где действительно надо было заточить. Так вот, что здесь грань, видите шкив? Грань, граненый. И выход граненый. Что здесь хорошо, почему граненый выход? Что пальцы, которые здесь, палец стоит, он держит только, чтобы ось не вышла со шкифа. Больше ничего. А грани как раз проворачиваются на шкифе там граненым. А в Неве МБ-2 вся сила была на пальцы. И пальцы разбивали непосредственно вот эти вот шкифы, на которых садились различные элементы для вспашки. Поэтому Нева МБ-2 в этом проигрывает. Там просто круглый шкив. И колеса, и все, разбивалась вот эта втулка. Здесь же сама втулка граненая, она садится на грани. То есть пальцы здесь делают только то, что они держат этот шкив на... Вот он палец, да, как раз. Он держит этот шкив только для того, чтобы он не сполз с мотора. Все. А вот в Неве МБ-2 все на пальцах и держится. Поэтому здесь это плюс, огромный плюс. Мы тут оставили его вот так вот. Потому что территория наша. Честно говоря, когда там на Дальнем Востоке на МБ-2 работал, то, конечно, закатывал всегда во двор. Потому что утром ты мог не увидеть своего мотоблока. Уже, конечно, совсем другое. Так, друзья, даже вот эту вот распашку, которую вот здесь вчера делали, да, она и то стала мягче. Там вот где в трудных частях шел мотоблок, да, плохо идет. Там мы очень много ходили, там как дорожка образовалась. Поэтому мы же никогда, вот три года назад, последний раз, парень нам там вначале промотоблочил. Но не было мотоблока, понятно, что на осень надо перекапывать. Все это понятно. Вот теперь есть все, теперь хорошо. Спасибо за комментарии ваши, за поддержку, за радость нашу общую. Это очень важно. Здорово. Сегодня обещает, с утра сейчас где-то градусов 5, а обещает сегодня 14 градусов. Не знаю, правда это или нет, но будем надеяться. Так, сейчас я буду разрабатывать эту землю. Вот эту полоску, пускай прогревается. Сошники я поменял на остроконечную часть, чтобы тут земля твердая, чтобы ее рвать, чтобы туда хорошо садиться, в землю тормозить. Вот здесь вообще была целина. Вот мы только яму выкопали для груши, долгарская красавица. И здесь вообще никто никогда не копал. То есть, тут деревья были, мы вырвали что-то. То есть, вот 8 лет. И я сейчас шел здесь очень-очень медленно. Ну, буквально где-то, наверное, 1 метр в минуту. Вот так вот. И все это рвал на части. Там такая земля. Сейчас я буду обратно проходить, потому что нам это надо распахать сейчас. Все очень хорошо. Так, ну что сказать. Раздолбал я эту землю. Проходов здесь было нескончаемо много. Ну, как, на первой скорости по 3 раза примерно. Потом на второй передаче уже разрыхление. Вот сейчас Лена через вилы просеивает вот эту вот траву. Вот эти корни все. Потому что это все надо убирать корни. А когда корни будут убраны, я могу еще раз здесь пройти. Но она никогда вот это не копалась. Вот эта земля. И, соответственно... Ну, в смысле, когда-то она, наверное, копалась тракторами. Лет, блин, много назад. И тут все заросло, соответственно. Вот. Теперь вот как целина она превратилась в целину. Вон, видите, сколько травы с маленького участка кладет в это ведро. Вот просто вилами потрясла. И там дальше трава. Вот сейчас она всю траву эту перебирает. Потому что граблями пока не пройдешь. Вот эта вот трава, она только с маленького участка. Там буквально несколько там прошла. Вот около столба. Метр на метр там. Представляете, сколько здесь травы сейчас находится. А сегодня... Какое сегодня? Марта-то я уж забыл. Так, сегодня у нас 19 марта. Я вам хочу сказать, что погода хорошая. Начинается теплее. Час от 10 градусов тепла. И я сижу здесь на стульчике своем там вкладном починенном. Стульчик. Вот. И сейчас попью немножко чаю. И там до Пашу около виноградника. Там надо еще пройтись с фрезами. Что еще сказать? Ну, тот косер попутно парен. Там вот эти ветки старые. В общем, даже сегодня план задачи выполненного даже по этому участку. Весна все-таки. Весна. 19 марта. Сегодня теплый-теплый день. Лирическое настроение. Приятно, знаете, такое, когда ты... Даже тот участок сейчас прошел, который целинный. Он на мозг весь, понимаете. На него очень много времени надо. Чтобы его раз... Когда это все делать? Когда есть другие заботы? Я здесь раз прошел. Все-таки как техника в нашей жизни помогает во всем. Сейчас мне надо будет скобы кое-где пристреливать. Раз, пистолет есть. Там сварка. Там полуавтомат сварка. То есть это настолько очень удобно и практично. И так облагораживает труд. И его облегчает, что просто жуть. Красота. Так, я покрасил трубы. И знаете, что я еще сделал? Я покрасил вот эту вот железку. Она мне пригодится. Это уже готовый короб. Ну и также можно сказать, что это готовый столик. Поэтому под что-нибудь сгодится. Чего зря металлу пропадать. Тем более уже... Ну, из-под мотоблока, чтобы он не пропадал. Трубы я покрасил. Все. Теперь останется только дождаться, когда они высохнут. И там вот еще участок труб. Ну, еще будет. И все это дело начинать уже варить, подваривать, закапывать, бетонировать и тому подобные вещи. Как всегда, думал, что хватит синей краски банка. Не хватило. Открыл зеленую. Зеленой хватило. Покрасил, чтобы докрасить и сделать это. Ну, а кто не увидит зеленого бора на фоне синего неба с просветами, это будет его последняя мысль в чатландской голове. Так, ну, Лену здесь уже разровняла граблями. И вот сейчас она просто просеивает эту землю, формирует грядки для клубники. Вот, а клубника была высажена вот сюда. Будет у нас еще клубника. Ну, тяжелый сельский труд. Тут уж, к сожалению, не механизированный. Ручной. Так, ну что же. Тут вот я вижу уже начинают... Листочки, что ли, здесь прорастать. Да, смородина красная. Вот она. Видите. То есть, теплые дни пошли. Ну, Лена тут отсыпает все это дело. Тяжкий труд. Что поделать? Земельный. Землю уже все разровняла. Что спахал я. Еще раз хожу к курам. Да, надо воду еще подцепить. А чтобы подцепить воду, для этого надо проверить, закрываются ли краны. Вот там кран не закрывался. Так, и там надо будет закрыть его, да. Здесь он не закрывался, но это ладно. Туда нальется вода. А здесь Лена собирается потом брать вот эту сетку временно. Это отгорожение для молодых курочек. И мне здесь надо будет все это дело вспахать. Здесь земля вообще очень твердая. Тоже никогда здесь никто не пахал. Вообще никогда ничего не проходило здесь давно. Может, лет 30 назад. Поэтому придется здесь так же, как и вот эту полоску, все выравнивать. Но это будет в другой день. Не сегодня, конечно. Сегодня достаточно было работы и покраска, и культиватором. И дрова. Тут все сожгли вот эти вот ветки старые от ясени. Вот. Ну, а потом, когда все это мы тут заделаем, я еще должен тут участок прочитать. Мне надо там поле выровнять, потому что там будет потом заливаться бетон. Это будет площадка для павильона дальнейшая. И выходить, делать калитку и выходить туда. Там начинать распахивать потихонечку. Все это дело распахивать. Потому что там надо пройти, чтобы червячков достать из-под земли. Все куры будут рады, счастливы. Вот. Как-то так. Дел много. Много сделано, но много еще осталось, друзья мои. Чего ж тут говорить. Все понемножку. Все потихоньку. Невозможно все сразу решить. Проблемы. Вот. Допустим, был комментарий. Говорит, этот мотоблок надо было еще пять лет назад купить. Пять лет назад мы думали совсем о других насущных проблемах. У нас много чего не было. Тут не до мотоблока было. Все потихоньку становится. Еще вот сваркой надо заниматься. Ладно. Ну, все. Пожалуй, все. Пока, друзья. До следующего ролика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok